Рак Перископ Ваш покорный слухов, Vision Baby, здравствуйте Много вопросов, чувак, пришло тебе из наших соцсетей, но я думаю начну сначала с таких самых распространенных, самых главных, но возможно не очень уже актуальных, но я считаю прояснить этот вопрос надо Давай, давай Ты, наверное, уже говорил как-то в своих соцсетях о причинах твоего ухода из них, да, на год, по-моему, год тебя не было, ты скрывался, удалился отовсюду Да, да, я пытался себя найти, когда вы меня потеряли, я искал Я просто, даже вот я лично, на самом деле, не очень до конца помню, типа, почему это случилось, в чем была задумка и было ли трудно, чувак, скрываться так долго? Было не трудно, мне очень понравилось скрываться, на самом деле, потому что мы живем в таком перенасыщенном инфополе и порой абстрагироваться от всего происходящего и в медитативном, короче, вайбе проводить время очень полезно Ты по-любому сидел с фейков в интернете Да, у меня есть фейк, конечно Окей, мэн, смотри Даже мой фейк реальный, чуваки Йоу, панчлайны принесли, к нам Батл Рейтерик, наконец-то, пришли в студию Скажи, какие-то плоды ты получил от этого, какие хотел от ухода от этого, то есть продуктивно прошло время? Да, да, я сидел все время на студии, а там ночевал, просыпался, жил, работал над релизом, go, go, Power Ringer, check it, Apple Music То есть вот крайний альбом как раз плод вот этого отдыха Да, да, еще пару батлов провел тоже вполне удачно, отлично, отлично провел время, я не отдыхал Ну да, мы видим это, потому что 19 треков на альбоме, чувак, это редкий объем для современного мира, мне кажется, все выпускают эпишки по 5 треков А тут 19 треков, как говорит Степа Карма, отборной алфавичины Не было ли каких-то опасений выпускать такой большой релиз, когда это уже не так популярно, как раньше? Нет, я делаю это без оглядки на текущие тренды, я не знаю, правильно это или неправильно, но я хотел высказаться, я хотел сделать массивную работу Потому что мне кажется, когда сейчас люди выпускают короткие релизы к ним и отношения, соответственно, не особо серьезные Ты его можешь быстро пролистать и он пройдет мимо тебя, а когда люди видят такой большой материал, они либо его не послушают вообще, либо начнут его расслушивать со временем и втянутся в него постепенно Я вот хотел сделать долгосрочную, долгоиграющую пластинку во всех смыслах То есть более основательно раскрыться как-то, да, и надолго засесть Yes, sir, yes, sir Смотри, если ребята сейчас послушают это описание и захотят ознакомиться все-таки там сначала не с полным трек-листом, а с какими-то избранными треками У тебя есть любимые треки с этого альбома? Да, да Какие бы советовал послушать, в первую очередь? Ну, мне нравятся треки, которые нравятся всем, всем нравятся песни «Один дома» Ну, для меня все треки одинаково хороши на самом деле, поэтому я ориентируюсь на мнение людей, людям нравится трек «Один дома», потому что он наиболее личный И, ну, советую послушать его «Пошел с ума» — это «Бэнгер», «Алиса» — это «Бэнгер», много-много интересного «Не отпущу тебя на метр» — это «Любовь», вот Планируешь снимать клипы на что-то из этого? Да, да, конечно, конечно Хотим снять как раз-таки «Один дома» и еще на «Один Бэнгер» Ты хочешь как-то снять какой-то супер масштабный бюджетный клип, или как ты себя видишь сейчас, видеопродакшн свою? Пора уже, братан, пора делать серьезные вещи, у меня столько клипов, и все сделаны на коленки Пора выходить на другой уровень, вкладывать деньги, получать киношную картинку, мы хотим заморочиться в этот раз, серьезно То есть тебе там нужен кэш, все такое? Да, да, если кто хочет проспонсировать, ищите меня в сетях, скинуй эти бабки, мы снимем клип Я, кстати, чувак, может на яхте? Уже проходили, на яхте мы теперь просто отдыхаем, а не работаем Окей, смотри, дальше по альбому еще есть вопросы В трек-листе значится сольный трек некого Мазари, который также участвовал при записи сингла «Грязь» Расскажи побольше об этом чуваке Мазари, кто он, чем занимается, как познакомились? Мы знакомы всю жизнь, это мой брат с первого дня, мы с ним вместе начинали читать трэп С того, что диссили одноклассников, это первый батл рэпер Казахстана Мой брат, мы живем вместе, мы вместе работаем, и скоро он взорвет непременно, непременно 15 декабря у него выходят EP-шка, там будут сумасшедшие хитовые треки, поп, урбан, новый уровень Ты будешь на фитах? Ну, я думаю, у нас будет не только фиты, там совместные релизы, что-то такое А, даже так? Ну да, почему нет? Круто Планируешь тур поехать, чувак? Тур, конечно, я обожаю путешествовать, когда я путешествую, нравится перемещаться из точки А в точку Б, я жизнь, это движение, я хочу побывать везде Скоро появится информация, где я побываю Мне кажется, последний раз ты был в туре, это когда вы ездили с Рики Да, да, было весело Как впечатления? Отлично, отлично, очень душевное путешествие Ну, было холодно, было холодно, мы были зимой в Сибири, и мы мерзли в автобусе у нас Волосы примерзали, ну, у меня не особо с этим было проблем Но они примерзали прям в стекло машины, когда мы ехали в ночь Но было круто Ты ощутил город под подошвой ощущение, я получил? Россию под подошвой ощутил, брата Смотри, про Рики, чувак, много вопросов реально присылают О, он, кстати, нас сегодня слушает, я думаю О, Рики, салам, брата Все спрашивают, когда еще Фиты с Рики, будет ли Риюнион какой-то, или вы решили сольное творчество больше отойти и пока остановиться на том, что уже было? Ну, Риюниона как такового быть не может, потому что мы никогда не были дуэтом Мы все время двигаемся вместе, общаемся, постоянно на связи И думаю, да, по-любому треки еще будут Приходите на его концерт в Москве, там тоже увидимся, я там по-любому залечу почитать Чувак, интересно, про новый альбом, ты его уже успел анонсировать, то есть ты уже начал заниматься каким-то сольным релизом И уже придумал концепцию, идею, вот эти все вещи, или ты пока на стадии придумывания находишься? Я нахожусь на стадии придумывания, но у меня есть в целом концепция, не то что релиза, а я думал, короче, о вещах И я подумал О высоком? Да, 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 я думал о высоком Я хочу делать то, что, типа, у меня легче всего получается Потому что мне кажется, когда ты слишком много стараешься, то ты делаешь что-то неправильно Все должно получаться легко, играюще Я буду делать то, что мне будет легко получаться То, что будет идти из меня, само собой, в свою истинную натуру Ну, ты уже можешь как-то так выразить, знаешь, в небольшом предложении, типа, что сейчас... Рок-н-рол хочу делать Это круто, чувак Мне пришла в голову только что такая строчка, что у тебя есть концепция жизни Она, ее можно назвать DIY Lifestyle, судя по твоему бэнгеру DIY Lifestyle О, да, о, да Насколько DIY-но ты все делаешь? Максимально, максимально Но я, конечно, хочу становиться посерьезнее, пособраннее Я даже приобрел менеджера What's Up Паша Ну да, богатый клип тоже сложно одному DIY на коленке снять Конечно, конечно, конечно Ладно, раз мы про него заговорили, предлагаю послушать DIY Lifestyle И мы к вам вернемся после небольшого перерыва Гидбой Бодро, пацаны, бодро, пожалуйста Нормально? Значит, начинаем всякость Да, занимаюсь Денство, если можно так сказать Потому что, вот насколько я помню, ты один из первых казахов-рэперов, которых я узнал, увидел И знаешь, это было до того, как это стало мейнстримом, мне кажется Потом появились уже там Skrippy, Jackalip А ты уже вовсю сиял по-казахски на Fresh Black Поэтому мне интересно твою картину послушать Как ты рос, что на тебя влияло, какая среда тебя окружала И повлияла ли она на то, что ты теперь рэпер Никита Алфавит Несомненно Казахстан и конкретно Алмата это просто эпицентр хип-хопа У нас в классе было 10 пацанов И из них, я думаю, 8 или 7 читал рэп, прям довольно серьезно И, кстати, вот есть история, связанная с моим братаном Мазари Как раз таки, прикинь, братан, мы придумали, клянусь, первый в мире акапельный батл Так же, как на Вертусе Мы, короче, зацепились с Колей Его зовут Коля, кстати, салют Коля Мы с ним как-то зацепились, поссорились У нас была группа, и наша группа была на грани распада И нам нужно было выяснить отношения Я ему забил батл И мы договорились, что мы напишем текста Будем их зачитывать на следующий день акапельно И у нас будет 3 судьи Все по канонам нынешних акапельных батл А почему вы так решили? То есть просто сами решили придумать новый жанр? В то время все диссили, мне кажется, треками друг друга Мы даже диссили с треками Было ли такое? Просто сцена Ты сидишь на первом уроке Тебе заходит одноклассник Кладет на парту болванку и такой Вот тут дисс на тебя на 8 минут Ты попал И ты везде ходишь, думаешь Блин, что там такое? Он же меня уничтожит Приходишь домой, слушаешь и думаешь Не-не-не, братан, так легко меня не взять Записываешь ему ответку на эту же болванку Потому что он это был CD-RV болванка Можно было дописывать свое И приносишь ему ответки Мы обожали баттлиться, обожали рэп Делали это всю жизнь И делаем это до сих пор Я никогда не подрослел Четко, чувак Если такое рэперское детство Насколько рэперская сейчас у тебя взрослая жизнь? То есть происходят какие-то рэперские истории по сей день? Или уже все поспокойнее становится? Да, вся жизнь рэперская история Не знаю, даже то, что мы тут сидим и общаемся Довольно рэперская тема Да, мне просто тут заслали вопрос Самая безумная рэперская история, которая с тобой приключилась за 5 лет Но мне кажется, что на самом деле ты прав Все эти 5 лет есть Это вся жизнь Одна безумная рэперская история Хорошо, давайте тогда что-нибудь Если про жесткий чайлдхуд Любил в детстве драться Как ты вообще? Когда дрался последний раз? Потому что на Фрэшблайде у тебя было много историй, связанных с драками Когда со Стимом ты дрался и все такое Кстати, нет, нет Вообще, в детстве мы как раз таки практически не дрались Ну, именно в своей компании Мы в натуре выясняли отношения в баттлах, я серьезно говорю Если были какие-то вопросы, мы раскидывали вербально друг друга Ну, драки были как у всех, но ничего такого серьезного в общем не было Прям напрашивается про баттл с тобой поговорить Но я это хочу наконец на сладкое оставить пока что Давай, с тобой с радостью поговорим Вот, поэтому не знаю, если мы уже говорили про тейпы, ты его не успел послушать Что успел послушать из новичков последнего времени, кого бы выделил? Если вот не брать своих корешей, да, с кем, очевидно, ты там общаешься, пишешь музло А вот из таких русскоязычных рэперов, которые немного там, ну, в другой плоскости, наверное, существуют или находятся Кто-то впечатлил тебя в этом году, в этом месяце, в этом полугодии? Если честно, не могу так навскидку назвать Я очень был занят своей музыкой и абстрагировался от всей новой Сейчас я буду наверстывать, все отслушивать То есть не было такого, чтобы кто-то прям впечатлил тебя, да, чтобы ты послушал, в наушниках походил? Ну, я назову классические имена, которые всех знают и никого не удивлят Там, не знаю, ЛСП, Скиптонит, я их слушаю, они мне нравятся А вот из новых я еще что-то никого не приметил пока что Но мне очень нравится в целом, как развивается культура Я думаю, что есть много имен, их просто непаханное поле А если за рубежку брать, кого сейчас слушаешь? Кого мы слушали в машине? GID Ну вы Studio 21 слушаете и слушаете, наверное, признавайтесь всегда Я знаю, что твой... Только твои эфиры Лучший менеджер, который с тобой работает, он вообще любит Studio 21 и всегда слушает Yeah Так, чувак Репетитор по-английскому, кстати, кому нужен английский, испанский, пишите моему менеджеру, он вас напускает Про трек «Один дома» мы уже чуть поговорили, ты сказал, что это такая личная достаточно история Да, да, да Один из своих любимых треков с релиза Да А почему называется «Один дома»? Я понял, то есть максимально такой личный трек, который мировоззрение немного твоё передаёт слушателю Да, да, да Давай его передадим сейчас ещё разок и послушаем «Один дома» и вернёмся к вам, ребят, после перерыва Давай На первый турнир «Versus Fresh Blood» зажёг там неплохо и всех победил Потом он попал на шоу «Beats and Vibes» и там всех победил А когда-то давно он участвовал в «Gold Battle» и там всех победил Оооо, остановить его кто-нибудь, пожалуйста Так что, Никита, как к опытному и скилловому батл рэперу к тебя обращаюсь Смотришь «Четвёртый Fresh Blood» постоянно Я знаю, что ты судил этап один Дальше продолжил следить? Да, я следил, когда пришёл туда с таймером и портил чувака А, всё, да, точно, точно Как тебе опыт, кстати, таймера? Это первый в России, по-моему, был таймер Нет, это был на «Fidelio Punch Club» А, ну блин, ну это просто чуть-чуть не совсем «Buddle Rap» Знаешь, это такое развлечение было, мне кажется Таймер был неловко перебивать людей Я не особо люблю в целом перебивать людей Когда они ещё читают рэп, волнуются И ты стоишь и обрубаешь движением руки поток сознания человека Неприятно было, но я сделал то, что меня попросили ради наших пацанов, ради проекта Кто-то должен выполнять грязную работу Как тебе вообще ситуация с батлами на данный момент? Много ли изменилось с тех пор, как ты участвовал в первом сезоне? Да, да, уровень становится всё выше, я порой смотрю и... Ну у меня всегда есть такая привычка, я думаю у тебя тоже, когда ты смотришь батл и представляешь, что бы ты сказал в противовес чуваку, который читает И в последнее время всё чаще ловлю себя на мысли, что они неистово рвут и мечут друг друга И я даже не знаю, что бы я им сказал в ответ Ну а хотел бы с кем-нибудь забатлить, вернуться в этот жанр, попробовать? Ммм, да, возможно, мне в целом очень нравится вот этот весь ажиотаж, этот день перед батлом, адреналин, нервы Это заряжается сумасшедшей атмосферой Ну это встряхивает, да? Конечно, конечно, с кем-нибудь, да, забатлить Но определённых каких-то у тебя нет, да, предпочтений, знаешь? Многие, например, выбирают себя противника и долго за ним гоняются, чтобы забатлить Угу, угу У тебя такого нет? Не-не-не, мой главный соперник в зеркале, как собака гоняет за хвостом батли себя каждый день, но, эй Я помню, что у тебя просто был биф с шоком какой-то, помнишь, когда ты его хотел вызвать на батл? Да-да-да Это всё закончилось и забылось, да? Да... Я не отношусь к нему серьёзно, мне кажется, от него чё-то уразумительного не дождёшься, кроме троллинга И я не обращаю на него внимания уже Сейчас после последнего интервью многие говорят, что он повзрослел, успокоился, стал добрым Да пора бы уже, помирать скоро Ха-ха-ха, я понял По-моему, чувак, ты не против его забатлить до сих пор Да, вынес его просто Перед ногами Если он это послушает, то, возможно, всё случится Потому что он говорил в последнем интервью, что не против тоже ворваться на батлы А чё скажешь про BPM батлы? В последнее время очень популярны стали батлы под биты Вот батлы под биты мне нравятся, это моя первая серьёзная любовь Потому что я пришёл в эту игру из онлайн батлов В те же самые батлы под биты Ну и там, естественно, надо писать меньше текста И поэтому это легче Ну и в Айбобе как-то Хотя я мог бы и ВКП вернуться, я думаю Ну да, просто я на битах видел, как ты выступаешь Это круто, чувак, это круто, реально Но в Айкапелле тоже хотелось бы посмотреть Поэтому надо тебе организовать какой-нибудь батлец По-любому Посмотри мой финал против Агнесса Слушай, ну я его смотрел, мне кажется, несколько раз Там клёво было Ну там как раз были истории про драки Да, 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 да Я поступил как M&M, классический батл ход Когда ты берёшь свою слабую сторону и оборачиваешь это в позитив свою силу Ну вот смотри ещё, кстати, ты сказал, что уровень растёт постоянно Но при этом есть мнение, что батлы угасают как-то, знаешь То есть одно и то же начинают в них повторяться Не кажется тебе, что такая тенденция тоже есть? Или ты позитивный? Да, несомненно, есть такая тенденция Вот эта свежесть, вау-эффект прошёл И постепенно левые зрители отсеиваются Но я думаю батлы не смогут угаснуть окончательно Потому что это же конфликт людей Это разборки, людям всегда это интересно Люди кровожадные, я думаю, они будут их смотреть Может не так сильно, не так много Но батлы никуда не уйдут, мне кажется Я тебя понял У нас закончен кусочек про батлы небольшой Мы слушаем трек Алфи под названием Не отпущу тебя на метр и возвращаемся к вам снова Ее, любовь Мне нравится, ух ты А ещё? Ну... Вау А нет, ты мне это круто подрезал Вау Ладно, мэн, давай перейдём к вопросам От твоих слушателей Много всего прислали На самом деле, очень много девочек Писалось с вопросами Как у тебя на личном фронте? На личном? Занято ли твое сердце? Да, моё сердце занято музыкой Оно бьётся под жёсткие биты Йооу Я тебя понял Вопрос Не хочешь ли ты ворваться на шоу песни второй сезон на телек? Типа это же так Это же такие возможности даёт Это же так по-алфавицки Ну да, ты более... У тебя уже есть опыт У тебя уже есть опыт Ну типа Выход на какую-то другую аудиторию Не, я на самом деле был на шоу песни А там был в прошлом сезоне под никнеймом Терри И выиграл сезон А, это ты был? Да, да, да Я как раз никогда не видел Терри в лицо Теперь я буду знать Это я Привет Ещё очень смешной вопрос видел Ну как смешной? Немножко меня удивил Девочка написала Сколько стоит ночь с тобой? А потом я зашёл к ней на страницу А она оказалась спорной актрисой Чувак, видел это? Угу, угу Ты ей ничего не ответил там в дереве? Я её добавил в сохранение А потом я её напишу Ну конечно же бесплатно Бесплатно Или бесценно Кому как больше нравится Бесплатно звучит Про фиты много вопросов Будут ли казахские фиты спрашивают То есть не думал с кем-то из казахских рейдеров Кроме Мазари Записать фит То есть там Скриппе Джак Алип Ну точнее хотел Казахстан Кавайсанда Салам алейкум Казахстан Он тутустык Казахстан Алматы Кавайсанда Это твоя почта казахская Скидывайте куплеты Да, да, да Ну Надеюсь 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 с кем-нибудь из них поработаю Мне они оба нравятся Красавчики Двигают Скриптонит Двигают плохую дикцию Прям так как я Спрашивают Кто так круто сводит тебе треки, чувак Оооо Они звучат, говорят Оригинально вполне так Кто над этим работает? Приятный вопрос Это же не DIY? Это все свожу сам Все своими ручонками Да ладно Конечно Сижу круглые сутки Могу один трек сводить 3 месяца То есть в знаменитый Art Jungle Входит так же твое умение сводить себе треки Art Jungle это же студия на которой ты Да Салют Art Jungle Records Лучшая студия в Москве Как мне кажется небезосновательна Приходите записывайте треки И возможно даже с видулом трека Вам будет звучать круто То есть ты в принципе можешь заниматься продюсингом Если у тебя возникнет интерес к работе какой-то И можно обратиться к тебе свести треки Или это только по дружбе, только по знакомству? Ну в последнее время уже Я очень долго там Время работал звукорежиссером Несколько лет Лет 5 может быть Я записывал людей сводил Но сейчас Слава Богу Потребность в таком виде заработка прошла И теперь я могу сосредоточиться только на себе Ладно Вот последний вопрос Который меня немного повеселил Молодой модный парень задал вопрос Чувак подойдет ли бандана не к лысой голове И нормально ли носить бандану в повседневной жизни Я зашел к нему в профиль И он в бандане уже ходит давно Но видно еще не решился до конца Подержи его Братан если тебе нравится носить бандану Не жди чего-то одобрения Ходи как тебе удобно Как ты считаешь круто И люди почувствуют твою уверенность И будут считать что это тоже круто Йоу В принципе чувак все У тебя есть время чтобы толкнуть речь Что-то сказать Где тебя искать Какие планы ближайшие Передать всем shoutout Спасибо похоронил Спасибо 21 Studio Очень понравилось проводить с вами время Меня зовут Алфавит Ищите меня везде Слушайте меня везде Я вас люблю Любите меня Давайте любить друг друга Обмениваться энергией Муа Пока Йоу Это был легендарный Алфавит Который любит быть скромнее Мы напоследок послушаем трек А скажу вам по секрету Скоро в студии просто легенды Субтитры сделал DimaTorzok